Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасия Романова и в начале выпуска «Коротко о главном». 25 лет на страже правопорядка. Юбилей сегодня отмечает Барнаульский ОМОН. Как готовят бойцов одного из самых эффективных спецподразделений? Парад космических событий продолжается. Уже второе по счету солнечное затмение этим летом смогут увидеть жители края. 25 лет на страже правопорядка. Юбилей сегодня отмечает Барнаульский ОМОН. О том, как готовят бойцов одного из самых эффективных спецподразделений и какими качествами необходимо обладать, чтобы вступить в ряды спецназа, смотрите в специальном репортаже Вадима Слюсарева. Отряд мобильный особого назначения, сокращенно ОМОН. Специальное подразделение Росгвардии готово всегда решать самые сложные задачи. Барнаульский ОМОН образован 2 августа 1993 года. За 25 лет бойцы из нашего региона участвовали в самых масштабных событиях в истории страны. От устранения беспорядка в Москве до участия в северо-кавказском конфликте. Если посмотреть на круг задач, то это начиная от охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий и заканчивая борьбой с экстремизмом, терроризмом. То есть, ну, я считаю, что самые сложные такие моменты, когда может быть отряд использован интересно и в то же время по прямому назначению. Важный аспект подготовки бойцов – это физические тренировки. Каждый сотрудник ОМОН должен обладать навыками борьбы и рукопашного боя. Подобные тренировки проходят три раза в неделю, минимум по четыре часа. Но некоторые занимаются еще и дополнительно. Один из основных критериев отбора – наличие у кандидатов спортивных разрядов. Большинство сотрудников имеют звание мастера спорта или кандидата в мастера. По подготовке они могут конкурировать даже с профессиональными атлетами – самбо, АРБ, джиу-джитсу. И это не полный список дисциплин, которые осваивают ОМОНовцы. Оружие в бою не всегда эффективно, поэтому бойцы должны суметь, что называется, голыми руками обезвредить противника. Служба сотрудника ОМОНа длится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент из дежурной части могут позвонить, и сотрудник обязан в течение получаса быть в боевой готовности, чтобы выполнить поставленную задачу. В этот раз никакой тревоги нет, всего лишь тактика специального учения. Сегодня отрабатывают несколько сценариев. Первый – штурм здания. Операция осложнена условиями недостаточной видимости и ограниченностью пространства. Работа отряда должна быть слажена. У каждого есть определенная роль. Например, один из бойцов с помощью специального констебля с камерой, в шутку называемого удочкой, просматривает все углы. Тот, кто идет первым, прикрывает щитом не только себя, но и боевых товарищей. Чтобы выполнить задание успешно, необходимо обладать целым набором специальных навыков. Основной аспект – это спортивная подготовка, в первую очередь, должна быть ментальная составляющая, психологическая подготовка для того, чтобы быть готовым в любой ситуации. Машина! Все задания отряд должен выполнить быстро и четко. На этой тренировке сценарий прост. В машине находятся три условных преступника. Задача – в кратчайшие сроки обезвредить нарушителей, досмотреть и захватить автомобиль. Захват автомобиля – одно из основных упражнений ОМОН. Каждое движение бойцов должно быть отточено до автоматизма. Ошибки на боевом выезде быть не должно. Поэтому упражнение может повторяться до 10 раз к ряду. Сотрудники ОМОН ежедневно совершенствуют свои навыки. В подготовку входят тренировки по тактико-специальной, десантной, физической, психологической и теоретической подготовки. Однако механическая отработка движений – не гарантия успешной операции. Ситуации могут развиваться по миллиону сценариев. Их никогда нельзя предугадать. Поэтому бойцы должны обладать гибким умом. Каждый спецназовец постоянно анализирует происходящее, чтобы держать ситуацию под полным контролем. Ну, понимаете, здесь у нас как братство. То есть у нас постоянные тренировки, взаимодействие. Постоянно мы оттачиваем, постоянно приходим друг к другу на помощь. Это уже, ну, можно сказать, в крови. То есть именно как одна семья. Ну и, как я уже сказал, постоянные тренировки, тренировки, тренировки. То есть ты во время этих тренировок учишься понимать партнера, ну, не партнера, а своего боевого товарища. То есть ты постоянно… Ему не обязательно говорить какие-то слова, ты его уже понимаешь. Ты уже знаешь, что ему нужна помощь. Ты уже видишь, что он тебя готов прикрыть. Ты сам знаешь, что тебе нужно его прикрыть, помочь. И, соответственно, то есть полное взаимодействие. В ОМОН приходят из различных ведомств, Министерства обороны, структурных подразделений полиции и других. Как утверждают сотрудники отряда, случайных людей здесь нет и быть не может. Чтобы стать спецназовцем, да, или чтобы стать ОМОНовцем, ты должен в душе понимать, что ты, куда ты идешь, какие задачи ты идешь решать. И должен себя дальше видеть, зачем ты идешь туда. Если ты идешь там за погонами, за каким-то движением вперед в плане карьерной лестницы, в нехорошем этом смысле слова, то тогда ты не для спецподразделения. Вот уже 25 лет Барнаульский ОМОН несет свою службу. За это время бойцы спецназа выполнили немало сложнейших операций. Но главное, что за каждым выполненным заданием стоят спасенные человеческие жизни. Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Специально для Катунь-24. Паводок давно отступил, но его последствия до сих пор устраняют в регионе. В селе Алтайское, например, ведутся работы по установлению и углублению каналов донных отложений. Они образовались именно из-за воздействия паводковых вод. В результате нарушилось дорожное покрытие. Очистка производится с помощью специальной техники. На это выделено 370 тысяч рублей. На отсыпку дорожного полотна – 1 миллион. Это средства из дорожных фондов районного бюджета. Каналы углубляют на метр. Это нужно для того, чтобы следующей весной улучшить проток воды. Напомню, в этом году в Алтайском из берегов вышла местная река Каменка. Она прорвалась в поселок и затопила прибрежные дома. Вода поднялась на 50 сантиметров выше уровня грунта. Акция «Социальный десант» прошла в Шипуново. Сотрудники Министерства труда и социальной защиты провели личный прием граждан. На прием пришли семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Как правило, это матери-одиночки, которым необходимо отремонтировать жилье, обеспечить лечение, продукты и одежду для своих детей. Ряд проблем связаны с уровнем подтопления. Материальную поддержку им окажут через Министерство труда и социальной защиты. По сути, эти проблемы мы берем на себя. Одной из семей предложено заключение социального контракта, потому что выход из сложной жизненной ситуации возможно не только в получении каких-либо пособий или выплат, но возможности есть в получении большей суммы для того, чтобы эти деньги были вложены в развитие личного подсобного хозяйства. Парад космических событий продолжается. Уже третий по счету затмения этим летом смогут наблюдать жители края. 13 июня было солнечное, 27 июля – лунное. И вот 11 августа нас ждет вновь солнечное затмение. Увидеть его можно будет в 16.46 по местному времени. Солнечное затмение всегда происходит в новолунии. На этот раз Луна закроет около 20% солнечного диска. Напомню, солнечное затмение нельзя смотреть незащищенным глазом. Это может привести к серьезным проблемам со зрением. Увидеть это астрономическое явление можно из любой точки города. Если будет ясная погода, то заявление можно наблюдать на астрономической площадке «Планетария». На этом пока все. До встречи.